Обсудим некоторые вопросы, связанные с радиоизлучением в Млечной Сети и космическими лучами. Это совершенно разные вещи. Откуда берется радиоизлучение в нашей галактике? Так именно, сюда и в других галактиках. И, что это был космический луч? Ну, у них название неправильное. Лучи — это чисто исторический термин. Когда мы говорим «лучи», мы всегда представляемся в этом виде свет, информационные волны. Космические лучи — это не какой-то свет, никакие не волны, это просто заряженные частицы, которые движутся с огромными скоростями. Со скоростями — это скорость и свет, и всё. Они оказываются очень важны для понимания процесса, предстоящих в нашей галактике. И вот здесь карта, лапическая плоскость, и вот с большими цветами показывают исключение пыли в нашей галактике. Вот эти красивые, ванголовские такие заветерения — это магнитные поля, которые в нашей галактике. Пылинки, которые присутствуют при звёздной среде, они могут быть ферромагнитными и, как маленькие стрелочки компаса, выставляют вдоль своего пылиния магнитного поля, как в школе на опыте вам показывали, нужно буквально пылиния, по излучению пыли, отслеживая направление магнитного поля в галактике. То есть она как бы визуализует магнитный поля на галактике. Это очень важно, почему? Потому что если в эти магнитные поля впадают элективистские частицы, то они начинают излучать. Это излучение называется синхронное излучение, и о нём тоже пойдёт сегодня. Ну вот, прежде чем перейти вот к этим последним двум компонентам, которые нам более интересны, я здесь просто перечискиваю, чем запознано пространство галактики между звёздами. У вас уже были лекции в звёздной свете, да? Были лекции? Рассказываю. Значит, я это всё подпускаю. Нам интересуют мазерные консенсации. Это очень холодная область, с температурой меньше 100 градусов в течение, но с очень большой концентрацией частицы. Космические лучи характеризуют просто энергию частиц. Энергии частиц принято удобно, скажем так, измерять электрон-поля. Это такая нестандартная ингредиция. Давайте я поясню, потом дальше с этим будет встречаться. Мазерные консенсации. Чего удобно измерять в электрон-вольт? Что такое электрон-вольт? Это надо взять один электрон и в развитие потенциалов — один вольт. Вот, пройдя в разницу потенциалов электрон-вольт, у электрон придёт электрон-энергию. Эта энергия, один электрон-вольт, она примерно 1.6 на 10 минус 12 r. Ну или 1.6 на 10 минус 19 джоул. Это вот один электрон-вольт. Ничтожно малая, казалось бы, энергия. Но поскольку это энергия, то мы можем её соотнести с массой покоя частицы. И у нас интересовать будут электроны и протоны. Допустим, масса покоя электрона МЕЦ квадрат — это 511 килоэлектрон-вольт. Масса покоя протона примерно в 2000 раз больше — это примерно 1 гигаэлектрон-вольт. Энергия, соответствующая массе покоя протона — это 1 гигаэлектрон-вольт. Электрон — это полмегаэлектрона. И вот, космические лучи имеют энергии от 10 в 11-й до 10 в 20-й вольт. Обратите внимание, это число гораздо больше, чем вот это. Тут мы должны вспомнить, что если у вас частица сбежится со скоростью V, то её энергетическая формула для её энергии вот так записывается. Е равняется гамма МС квадрат, где гамма — это так называемый Лоренц-фактор, это 1 делить минус ВС квадрат. Итак, 1 на корень квадратный делить минус ВС квадрат. Вот эта величина называется Лоренц-фактор. Чем ближе V к скорости света, тем больше Лоренц-фактор. Если V стремится к С, то гамма стремится к бесконечности, потому что заминатель не угроза. Не правда? Поэтому чем больше энергии частицы, это означает, что тем больше скорости у тебя она сбежится. Поэтому все вот эти частицы с такими жуткими энергиями, они в 10-20 века, кстати, порядка одного джоулля, видите? А что такое джоулль? Понимаете, что такое джоулль? Это когда вы килограмм, это энергия одного килограмма, который летит со скоростью 1 метр в секунду. Значит, возьмите кирпич и бросите его со скоростью 1 метр в секунду. И если он попадет в эту стенку, будет довольно сильная энергия появляться. Не правда ли? Это один желтый. Это гигантская энергия. Так вот поразительно, что такую энергию кирпича, летящего со скоростью 1 метр в секунду, несет протон. Такие частицы наблюдаются. Вот как они наблюдаются, где происходят, мы об этом тоже будем сегодня говорить. Ну, пылинки, совсем кратко, это вы все знаете уже, раз вы приближетесь к любому среду, мы говорили, они для нас не очень интересны, что они просто растушатся. Слайд есть, я расскажу. Пылинки хорошо тем, что вот они нам, я уже показывал, они могут облажать ферма-гнетные и ферма-гнетные ядрышки, и поэтому они, как маленькие магнитики, выстраиваются вдоль салонной линии магнитного поля, и вот первая картинка, самая, наблюдение пыли по актеровой планке, она показала нам пыль магнитного поля. Ну, наблюдается глазмоно, как темные вот такие места поглощающей материи, это все пыль, именитая альконская голова, это я все пропускаю, давайте это сегодня очень интересно для нас. Пыль образуется, ну, пыль, пылевые оболочки вокруг, скажем, областичных образований очень красиво выглядит, когда облако излучения потона начинает испарять, оставшееся от первоначального газоблевого облака, в котором были звезды, оно иногда будет причудливой красивой картинкой. Молекулы. Значит, когда у вас молекулы, молекулы причем, наверное, важны будут, потому что молекулы, на них именно космические мазеры, радиотечения от мазеров наблюдается. Значит, в звездной среде существует еще и полно всяких молекул. Причем, дальше я вам покажу список, молекулы бывают самые сложные. Эти молекулы, если всегда горячие, то просто из-за спотворений молекулы разрушаются, молекулярные связи, как вы знаете из химии, они очень маленькие, энергия связи молекулярная на порядке, там, доли электровольта, и молекулы легко разрушились. Например, если мы выйдем из этой аудитории, начнем нагревать газ в этой комнате, то у нас постепенные молекулы распадаются на отдельные атомы, неправда? А если мы еще... И за счет чего? За счет того, что при столкновениях эти молекулярные связи разрушаются. Если мы еще будем газ набивать, то у нас уже и атомы начнут реализовываться, возникнет плазмы. Вот. Как они наблюдаются? Они видны по линии поглощения в спектрах звезд, и вот наблюдаются радиоактозоны. Концентрироваться в гигантских молекулярных блоках с массы до сотен тысяч миллионов солнечных масс, и вот в этих регулярных блоках происходит безобразование. вот небольшой список молекул в межзвездной среде. Но какие самые известные и обидные молекулы там и нет? Это молекулы H2, в первую очередь. Это просто молекулярный водород H2. Потом молекулы воды H2O. Есть гидроксило H2O, тоже в вашем молекулы, которая в межзвездной среде есть. Есть CO, угарный газ, молекулы CO. Тут, видите, уже... И она же встретила, что аммиан, да? Аммиан. Значит, есть аммиан. Тоже в вашем молекулах. Есть спирты в различных блоках. Это метанол. Правда? Не надо его пить. Ну и все остальное. Это только небольшой список молекул, которые есть. Дело в том, что молекулы, как всякая квадратная система, у них есть, кроме... У атома, вы знаете, есть переходы, связанные с тем, что электрон может находиться на разных энергетических уровнях. Да? А у молекул число степени свободы гораздо больше. Почему? Потому что молекулы могут вращаться. И вот эта степень свободы вращения тоже плантуется в квадратной физике. Поэтому там возникают линии, переходы, связанные с вращением. И она может колебаться, как гантелька на кружине. И это движение тоже плантуется. Там тоже возникают линии. Поэтому у молекул гораздо больше спектральных линий, чем у одной. Это вот такой замечательный факт, который вы поняли в конце 19-го века. Так вот, что такое космические массы? Во-первых, это легчайший пример так называемого неисплового излучения. Если вы посмотрите на лампочку накаливания, на лампочку, да? Почему фотоны тут излучаются? За счет чего? За счет того, что у вас есть предвестие ток, там есть какое-то сопротивление, если это спиралька, то она нагревается, и у вас излучаются фотоны. А все это тепловое излучение, когда у вас энергия теплового движения каких-то частиц переходит в фотоны. Так вот, мазеры или лазеры, в этом у меня, к сожалению, нет такой лазерный указ, это пример не теплового излучения. Там нет перехода тепловых каких-то колебаний, тепловых движений частиц, связанных с понятием температуры, в излучении. Чаще всего они наблюдаются в миллиметровом диапазоне молекулы OH, хорошо, значит, один из переходов в 13 сантиметров, вода, один из 5 сантиметров, он из-перемния, в миллиметровом диапазоне, метанолом. Эти мазеры космически были открыты в шестидесятые годы прошлого века, вот краткая история. Вот первый мазер, который был открыт в 1965 году. Очень узкая такая линия, которая наблюдается, хотя старые лазеры в 10-е годы придуманы и уже изготовлены, космические мазеры были открыты чуть позже, в районной диапазоне. Это мощные такие линии, как правильно очень узкие линии, как останутся башни, состоящие в церкви. Откуда они берутся? Там же, как и лазерное излучение. У нас есть, так сказать, Эйнштейн, знаменитая картинка, все это придумано в Эйнштейн еще в 2015 году, даже раньше. Значит, вот у вас есть система возбужденного состояния. Если падает фотон, то у вас есть, так называемое, индуцированное излучение. То есть, вы сбрасываете систему из возбужденного состояния в более низкое энергетическое состояние не спонтанно, он не сам по себе переходит. А из-за того, что он пролетает именно фотон с энергией равной радиости энергии между двумя обычными энергетическими уровнями. Таким образом, в результате у вас появляются два фотона с одинаковыми энергиями. Для того, чтобы заработать мазер и лазер, вам нужно придумывать такую систему, в которой у вас в перевозбужденное состояние верхних входов нет. А дальше выпускаете атон с энергией равной вот этой разнице энергии, и у вас возникает усиление излучения. Так работает мазер. Мазер и лазер, только в радиоэкозы. Ну вот, Чарльз Таун, Джеймс Кординг с первым лабораторным планом. Это уже не интересно. Значит, в астрофизике эти мазеры возникают тогда, когда у вас есть возбуждения, как правило, которые я показываю, с различными исходствами. Вы можете возбуждать их излучением, вы можете возбуждать ударную волну, потому что в ударной волне у вас за фондом ударной волны энергия кинетического движения превращается в тепло. Таким образом, в разреженный средок вы можете создавать перенаселённость каких-то уровней относительно более верхних, относительно более низких, если они стабильны. И дальше у вас пролетающий фотон какой-то случайный с этой энергией сбрасывает все атомы, как ингредиенты, как говорится, вместе с верхним уровнем наивные, возникает мазерное излучение. Значит, наивное представление о том, что лазер — это такой лучик, который направлен, оно неправильное. Он направленный, потому что специально делается система, чтобы это излучение было направленным. На самом деле, в космических мазерах оно не направлено никак. Это не является лучом, который там четверла в свете, пилот, ромляк какой-то, а это будет существовать во всех механизмах. И вот картинки из звёздных мазеров в области молодая звезда в области звезда образования. Вот эти мазеры видят в точке белого, это мазерные источники. Это просто плотные, холодные, которые постоянно наблюдаются в противопланетных дисках, там, где формируются планеты, там, где у вас есть большая плотность холодных частиц. Там это всё. Есть возможность подсветки, которые возбуждают эти молекулы на нужные вам нужны. Вот. Ну, вот здесь это всё обобщено. Молодая звезда, вокруг её, как планетный, как протозвёздный диск, возникает вот это истечение, о которых я в прошлой лекции вам говорил. И вот если у вас есть какие-то сгущения вокруг то, он не может разрушить эффект матеры, или это, ну, кажется. Интересная вещь, которую я вам не упоминал, в прошлой лекции, но там тоже важно. У вас источником подсветки для матер может служить вот эта реактивная юрогалактика, о которой я говорил, в прошлой лекции газ. Есть известные источники, известные галактики, в которых так наблюдаются как называемые мегамазеры. Это молекулярный газ, который вращается по кептурным орбитам, вокруг цикральной светоносительной центральной черной дыры. И вот просто по наблюдению скорости движения этих самых мегамазеров в центре галактики очень точно определяют массу центральной черной дыры. Это еще одно из методов дырения. Но, к сожалению, таких источников не так много. Второй пример важный для теплового радиоизлучения это синхротронное излучение. Как я вот сказал, оно возникает при движении ультравилитивистских заряженных частиц в одной из поля. Значит, ультравилитивистская частица это такая частица, в которой вот этот самый гамма, но очень будет. Значит, гамма. Если гамма порядка и делится, это означает, что это немного меньше скорости света в центре, и это не лентивистская частица. Зачем нам интересен? Нам надо, чтобы голода немного больше не делится. То есть надо, чтобы частица почти двигалась со скоростью света, вы должны быть порядка в центре. И тогда возникают разные интересные эффекты. В частности, синхротронное излучение. Ну, оно гладкое. Почему оно называется синхротронное? Потому что это такой голубоватый свет, который был открыт в земных синхротронах, где повторялись магнитным поле электроны, и тут видела здесь голубоватые свечения, связанные с синхротронным излучением мегалитивских электронов магнитным поле. Поэтому так называется синхротрон. Вот. Оно, как правило, имеет неприжимный степной спектр. То есть у него нет максимума. Если вот он определяется… Если вот, как обычно, в тепловом излучении у нас всегда есть какой-то максимум, то есть если я нарисую спектр, там какие-то спектральные характеристики какой-то чистоты, то в тепловом излучении всегда найдется какой-то максимум, ну, в который порядка, в углубровой пропорциональной температуре. Чем больше температура, тем в более глубокую область спектра смещается максимум спектра излучения. Поэтому, когда вы начинаете идёте к себе вкусницу на даче, сначала у вас железо тёмное, потом оно становится красным, потом оранжевым, когда его ещё больше раскалится, она вообще белая становится. То есть чем горячее, тем больше. Это в таком смещении визы. Чем больше температура, тем более глубокую область спектра смещается максимум. Это тепловое излучение. А для не теплового излучения, не трактированного количества максимума, оно имеет всё вот такой длинный спектр. То есть максимума нет. То есть, в принципе, когда он продолжается, где-то он накрывается, ему нет вот такого метра выжимания максимума, как кучае теплового излучения, которое, этот максимум, связанное с наличием хаотическое движение частиц с температурой t. А здесь вообще температура вообще неважна, её как бы нет. Её даже вводить не надо, потому что температура это мера хаотического движения частиц. А не тепловое излучение возникает, даже если у вас просто одна частица движется. А для одной частицы температуру нельзя вести понятие. Я надеюсь, вы это понимаете. Правильно? Формально можно, но она смысл на какое-нибудь. Откуда она наблюдается? Она наблюдается от ядегалаксов, о которых мы уже говорили с вами, от джетов, от остатков сверхновых. Там, где есть ударные волны, там всегда возникают ускорения заряженных частиц, как мы дальше увидим, и возникают эффекты, связанные с излучением вот с какими-то цепловыми. Ну и от дисков спиральной галактики. Сейчас мы их увидим. Отличные функции. Ну вот. Вот это галактика центра А, вот контуры её в радиоанной позоне, вот это радио вот G, видите, вот видно, это не тепловое излучение от G, синий, вот диффузное ретгеновское излучение от этой галактики. Вот эта галактика, если её посмотреть, вот как она видна в оптике, вот как она видна в радиоопозоне, в континуле, это 21-й свет, это атомарный короткий. Мы будем говорить о самом принциповом излучении. Вот если мы посмотрим на карту вечного пути, то есть построенную, вот что мы увидим. Вот мы увидим в оптике, вот она так, в вечном пути, вот этот пыль, хорошо её вращается, в центре галактики, от нас закрыт пыль, вы увидите. Созвездие стрекса уже есть, здесь много, в центре галактики, от нас закрыт, центральный, где можно убивать только VK-диапазон. Вот если мы посмотрим VK-диапазон, мы уже видим, совсем вот так идут вот этот балл галактики, старые звёзды. Значит, вот маникулярный тарлат, как светит. Видите, очень тонкий, диск, тонкая, такая полоска на небе была. В величине Путина до лучших рот, да? Гранус там 10-15 занимает, а это была очень тонкая полоска. Но вот обратите внимание вот на что. Вот радиоконтинуум сверху, то есть радиоконтинуум, то есть радиоконтинуум, то есть там спектр для метра каких-то нигов. Вот он. И посмотрите на Ганну Чи. Ганну Чи, то есть фотоны, с энергией порядка 100 метров. 100 метров он будет, больше 100 метров. Обратите внимание, что вот эта картинка и эта картинка, они просто повторяют одну другую. Видите, как точно виталия себя повторяется. И это не случайно, потому что, как мы видим дальше, вот эти Ганну Чи, они возникают при взаимодействии... Да, я пишу, что... Значит, они возникают при взаимодействии с Левзерной Святой, космических лучей. Левзерной Святой, космических лучей светит и синкратурным оборудованием. И взаимодействие с материей дает нам гамма-лучины. Под фотоны, вы, собственно, космические лучи, это зарядные частицы, вы, собственно, попадают в плотный инопулярный газ, рождают два гамма-матурность, и на этот гамма-лучины. Вот центр Галактики, о котором мы сегодня говорили, уже такая искусственная картинка. Ну вот, видно диффузное излучение, и с абсолютно равным диапазоном мы сейчас видим. Вот еще картинка вблизи центра Галактики. Посмотрите, как спираль ДНК, да, закручена. Правда, похоже? Это действительно такая спираль, которая закручена от центра Галактики. И она связана с тем, что у вас есть попустное поле, но гидро, оно неактивное, поэтому никаких джетов нет, но из-за того, что есть дифференциальное вращение газа, вот так он закручивается. Это не гидро, главное, что вы знаете, это другие масштабы. Магнитные линии, они так косичные спиральными. Весь газ движется до этих спиральниц, потому что газ – мороженое. Магнитное поле и газ имеет вместе с собой с цепкой мороженого. Ну вот, если мы опять же посмотрим на центр Галактики в равном диапазоне, то мы видим очень яркий центральный источник. Это означает, что этот источник тепловой, это означает, что там есть много энергичных горятных частиц, и вот в ангуте поле они сидят в равном диапазоне. Ну, они делаются в диапазоне, тоже есть такая дымка такая, диффузное, дымянское излучение, связанное с тем, что есть горячий газ. Это тепловой. Нижняя картинка тепловой излучения в верхнем диапазоне. Так вот, магнитные поля. Опять вернемся к магнитным полям, которые мы видим по, скажем, по движению пыли на самом интернете. Как они появляются? Во-первых, они появляются по синкротронному излучению вот этих антивистских частиц, в космосе этих причин. Во-вторых, когда пылинки выстраиваются в толь салютрии магнитного поля, то цвет, рассеянность на этих пылинках, становится поляризованным. Знаете, что такое поляризованный цвет? Когда у вас направление вектора левания театическое или левометного поля, он не случайно, не хаотическое, а в вашем объемном направлении. И когда вы ходите в кино 3D, вам дают такие очки. Так у вас один глаз имеет одну поляризацию, а другой — другую. Поэтому если вы очки снимете, то вы увидите там двойное размазанное изображение, а когда вы очки одеваете, один глаз светит одно изображение, а другой — другое, и создается эффект трехмерия. Правда? Так работает трехмерное кино. Вот. Здесь то же самое. Когда у вас пылинки упорядочены и падает татон, то отражаясь от пылина, который упорядочен вдоль магнитного поля, у вас он отражается уже преимущественно и там управление векторов вращения, оно не случайно, оно будет выполнять от патикулярной поверхности. При отражении света от патикулярной поверхности там появляется некоторая степень поляризации. Вот. Поляризация очень сильна при синклатронном излучении, она достигает 70%. Ну, при рассеянии на пылинках она маленькая, она несколько процентов, доля процентов, там процентов, но тем не менее, мы ее наблюдаем. Еще очень красивый эффект, который Майкл Прадейт, он впервые его в 19-м неделе обнаружил и описал, и объяснил, и замечает прочее. Если у вас есть поляризованный свет, то есть свет, вы его специально поляризовали, там специальный кристалл, идет колебание вектора электрического в одном направлении, если он идет в магнитное поле, у вас есть магнитное поле, то эта плоскость поляризации начинает поворачиваться. Это эффект, так называемый, фарадеевского вращения. И по измерению фарадеевского вращения плоскость поляризации свет измеряют и начинают магнитное поле и туда еще обратно не идут. Космический корабль, когда они пошли, кажется, обратно топливо не хватит. В общем, это целая проблема. А вот по этим эффектам удается определить убеженность межзвездного магнитного поляризма. Вот синхронное излучение. Это реликвидический эффект. У меня сейчас некогда это дело объясняет, но скажу лишь вот что. Если у вас электрон движется в магнитном поле d, он движется поток от зарядной частицы, у него действует силу ловимся, и возникает характерная частота примерно 20 герц для характерного значения межзвездного магнитного поля действия 6-й гадош. Вот межзвездное поле, оно очень слабое. Какое поле у нас для этой аудитории магнитное, кто знает? Ну, пример. Кто угадает? Характерное очень число. Один гаусс, конечно. что используется магнитное поле Земли порядок один гаусс. Это очень большое поле. Оно позволяет, оно делает магнитосферу Земли и защищает нас от мегапортировки заряженных частиц от Солнца. Когда вы прилетите в космос, на вас на виду скафандр. Для чего? Не потому что там холодно. Ну, холодно, ладно. А то, что если космические лучи вас начнут бомбить, то вам не покажется. Поэтому, когда на Марс кто-нибудь из вас полетит, вы понимаете это в виду, что как только вы вылетите за сотни пояса Земли, вы вылетите за пределы альтосферы, которая отклоняет движение заряженных частиц, и всё. И у нас начнут бомбить вот эти космические лучи. Так вот, характерная частота отклонения движения электрона вокруг целого времени магнитного поля это 20 Гц. Но в синхронном излучении появляется лимитый фактор гава-квадрат. То есть, если частица ультралитивистская, у него очень большой звезд фактор, то эта частота превращается... 20 Гц это же вообще нельзя существовать. Что это? 20 раз в секунду? Вот. Она спокойно переходит в районный диапазон, даже в таком маленьком поле. 10-6 Гаусс. 10-6 Гаусс. 10-6 Гаусс – это характерная лична магнитного поля межзвездных. Так. Вот эта картинка, когда она была открытой, движется у вас в синхронный электрон, и вот он начинает излучать некий синий такой спектр, плоскость поляризации этого излучения и регулярно проекция вектором магнитной индукции на плоскость и регулярном учреждении этих активных плоскостей. И это очень интересно, потому что мы сразу же получаем возможность измерения направления вектора магнитного поля с каждым галактикой. Вот эта картинка, это инвестрирует. Давайте просто померим, посмотрим какую-нибудь галактику, да, М51. На 6 см построим карту этой галактики и померим направление вектором поляризации этого поля. И магнитное поле, оно будет регулярно векторам, вот это вот управление уже магнитного поля здесь, какой-то масштабный, а вектор поляризации в регулярной эти черные черточки, которые являются. То есть, картинка направления магнитных полей, и вообще структура в галактиках, она определяется по измерению по измерению по измерению по измерению другой пример. Да, смотри, другая галактика, на цеху нашей части. Вы видите, что магнитные поля они вытянуты только векторальных в галактике. Это понятно, потому что у нас газ, в общем, это взаимодействие магнитного поля с газом, поскольку газ в оружии, в магнитном поле, а основной газ сосредоточат, как вы знаете, из правильных галактика, и эта картика она не исключает. Ну вот, еще пример. Ну и, так сказать, вот все вот эти вещи по синтетонному изучению мы находим в контурной белой и показываем карты интенсивности изучения, а желтые, в этом направлении уже магнитного поля, восстановленные из анализа этих карт. Фродейское обращение вам уже сказал. И вот космические лучи. Давайте теперь все-таки поговорим о том, откуда они берутся и как они живут и движутся в наших галактиках. Значит, космические лучи не очень высоких энергий, 2,5-1, они идут от Солнца. где они там образуются. Ускоряются эти зарядные частицы, ускоряются во время солнечных вспышек. Знаете, да, бывают солнечные вспышки, магнит так тяги, ну и так далее. Во время солнечных вспышек, у вас при соединении и магнитного поля, там есть примерно 10% энергии идет на ускорение электронов и протонов до электронов. Это солнечные космические лучи, и они так сказать, хорошо изучены. Их больше всего. Но космические лучи могут представлять собой заряженные электроны, протоны или ядра, причем заряд этих ядер уже даже за железный пип попадает. Пипка у железа Z-26, то есть это уже даже за один железный. Они были открыты Виктором Внецовым, австрийским физиком, в 1912 году, а Новый Супремий за это он получил, по-моему, в 1931-м, чтобы сделать эти космические лучи. Как они наблюдались? Значит, как он вообще их наблюдал? Значит, он сделал очень простой эксперимент. Электроскоп видели, да, в школе? Заряжаешь его, и у него источник. Вот он взял электроскоп. Я сделал электроскоп и сел на это самое, на воздушный шар. Ну, не на шар, а на один. Значит, стал подниматься вместе с электроскопом на воздушном шаре. И что вдруг он обнаружен? Значит, на земле электроскоп у него эти источники вот так, а он стал подниматься, и они стали опускаться. Что означает, что опускается электроскоп? Это означает, что заряд стекает туда. Это означает, что среда вокруг вдруг становится проводимой. Потому что воздух плохо проводит электричество, да? Правда ведь? Поэтому мы розетки просто от детей закрываем, чтобы они пальцы не сували. В принципе, воздух хороший изолятор, и никакого пробоя между розетками не происходит. Розетки, да? А там вы начинаете подниматься наверх, и вдруг у вас начинаются пробои. Что это означает? Это означает, что в воздухе появились свободные заряды, которые вам снимают электричество зарядов. Возник ток. Так были обнаружены космические лучи. это частицы, которые проникают, падают из космоса в атмосферу, создают каскадных двух частиц заряженных, и вот появляются компоненты заряжных частиц, которые в таким образом измеряют, скажем, энергию, мы можем посмотреть, сейчас увидим, как это делалось, какая была частица первоначальной метки. Мы не сами эти частицы видим, а их католичные продукты, потому что, попадая в атмосферу земли плотную, они взаимодействуют с ядрами и вождают там, так сказать, вторичные частицы. Вот. И этот эффект называется широкое атмосферное движение. Вот поток частиц, поток этих космических лучей, он очень приличный, смотрите, на каждый квадратный сантиметр за земной атмосферой падает примерно одна частица за секунду. Это много. Вот. Значит, спектр не тепловой, то есть, вот он чистый вот такой, степельной, это спектр вот этих заряжных частиц, а не фотонов. Значит, как это делается? Можно запустить, опять, если у вас много денег, можно, например, на МКС, там, измерять, да? Или там, эксперимент у нас купленный, когда вы напрямую, за пределами атмосферы измеряете потоки вот этих частиц. Можно, как сказать, воспользоваться интересным эффектом. Вы, у вас частица попадает в атмосферу, она распадается на целый каскад, и если эти частицы имеют огромную энергию, то и вторичные продукты будут двигаться большой в атмосфере. То есть, поскольку в атмосфере есть коэффициент преломления какой-то, скорость света, она в атмосфере меньше, чем в вакууме. Возникает возможность частицы двигаться больше, чем со скоростью света в свете. При этом, возникает синее глобоватое излучение, которое называется Черенковским излучением. Значит, когда частицы заряжены в движении со скоростью больше, чем скорость света в свете, возникает конус глобоватое излучение. это эффект Вадима Черенкова. Значит, ему была получена нумеревская генера. Вот. Или другим способом. Это по фотонам, которые излучаются через зарядку частицами. Или просто мерить непосредственно частицы конечные продукты взаимодействия космических ключей с яблами атомов, которые в атмосфере измеряют если на костле смешают. Если вы пойдете в метро университет по дорожке за заборчиком замашиваем, и видите, там какие-то зеленые будки стоят на ряду с кем. Это как раз и те секторы космических ключей, которые измеряют эти космические лучи. За территорией стоят космические лучи, вторичные фотографии, которые попадают. Или вот, вы знаете, такой институт мехи. У них там целый дом есть обретенный детектором ионах космических лучей. Так что это все можно делать прямо на Земле. Вот. Вот эта картинка. Значит, у вас впадает, допустим, протон высокой энергии, рождая каскад частиц, у нас фикбинная зона, глимная зона, литвина, электронный потон. То целый каскад. Зарядные частицы дают вам свечение, вы можете его измерять специальными телескопами черенковскими, для которых следы, и плюс еще вторичные продукты изменять непосредственно с помощью тех, кто пересислены. Есть несколько способов усмирения энергии и направления прихода космических точек. Вот эксперт, как я уже сказал, степеной, но есть отличия. Люди, которые этим профессионально занимаются, эти отличия очень важны. вот 10 и 16 лет это колено здесь, а здесь лодыжка, как будто это нога такая, в общем, они давят название, и они имеют всякое физическое объяснение, почему это так. и солнечные вспышки. Вот фотографии солнечной вспышки. Значит, вот магнитное поле на Солнце, плазму при пересоединении разгревать и подбирать вдоль магнитного поля плазму горячее. Когда происходит присоединение и здесь в этих листах у вас стояются электроны и протоны до элементов 10 десятков Вольт космического числа. Значит, когда Солнце спокойное, когда вспышек нет, ну, когда идут вспышки, то оно бомбардирует Землю космическими лучами, но они все повторяем энергосферы нас от них предохраняют. Вот другой важный, один из самых важных процессов восторения космических случей являются ударные волны от взрывов звезд. Вам Сергей Борисович уже говорил, это образуется нейтронная звезда или черная драка, и вот разлетается остаток звезды со скоростью десятки тысяч километров секунды, значит, число Ваха это примерно тысяча, очень сильные ударные волны, и на этих ударных волнах, на контакт ударных волны возникает процесс ускорения частиц. заряженных. Это самый эффективный процесс ускорения заряженных частиц в природе. Где еще ускоряются космические лучи? И вот в этих самых джетах, о которых я сегодня говорил, там тоже черная драка, это трензийский джет. У вас есть ударные волны. Винель помните, я показывал неоднородные, ударные волны, но ударные волны ускоряют заряженные частицы, дальше они взаимодействуют с коньями частицами с другими частицами или сватунами, и рождается каскад, рождаются и данные лучи, и электроны, и электроны, и частицы продолжают двигаться. Так что это такой сложный процесс, но все эти процессы хорошо очень рассчитаны, вся физика взаимодействия частиц с ядерной физикой хорошо очень научена. Сам механизм ускорения на ударных полных был придуман на Дрихо Фермере. И он называется стокастический механизм ускорения. Как вам ускорить заряженную частицу? Ему скажут, это очень просто. Старшее поколение полное у нас были телевизоры с электронными чиновными трубками. Телевизоры здоровые были. Почему? потому что вам надо было ускорить электрон, который попадал в сентименционный экран, и там всякие катушки-размерки строили вам изображение. Принцип был такой. И у вас ускорительная трубка, которая ускоряла эти электроны. Вот эта электронная мучевая трубка. И ускорение при реальности вы берете напряжение, чем больше напряжения Е умножаете и включаете энергии. ускоряете электроны в статическом электростатическом поле. Но в природе эти электростатические полей нет. Откуда они возьмутся? Потому что как только у вас есть заряженные частицы, и вы создаете разные потенциалы, они сразу пытаются эти разные потенциалы сократиться. Понимаете, да? У вас сразу все пробивается. и вы можете держать специально на Земле электронно-мучевой трубке статическое напряжение и это ускорение возможно, но оно не очень эффективно. Разноэффективнее механизм, который придумал сфер, и оно заключается вот в чем. Представьте себе, спин-пон играли, настольный теннис. У вас есть мячик. Значит, вы даете мячику импульс. Он летит к вашему партнеру или партнеру. Значит, или он обвивает. Значит, если просто стенка стоит, то у вас упругое столкновение сохраняет импульс. Импульс мячика от стенки такой же, как при непробном ударе приображении. Такой же, как когда вы их сували. А я представьте себе, что ваш партнер чуть-чуть импульс придает ракетке. Тогда мячик отскакивает с большей скоростью, с большим импульсом, чем он нет. И таким образом, как говорится, вам надо еще уметь его вовремя отбить. Поэтому теперь представьте себе, что вы все время придаете импульс вашей ракетке, и вы, и ваш партнер. При столкновении энергия мячика начинает все время увеличиться. Причем она увеличилась экспоненциальная. это экспонент. Так вот, в природе роль таких ракеток играют магнитные поля в облаках. То есть, у вас есть облака с магнитными полями, туда улетает какая-то частица, она там с открытыми магнитными полями, она так движется до этих полей, и улетает. Если облака движется, то импульс, который приобретается во время взаимодействия, будет больше, чем импульс первоначальной частицы. Если у вас есть несколько облаков, то частицы между этими глотами туда не доходят, и начинают набираться непонятно. Буквально тот же самый процесс. Только роль ракетки играет роль отражения. И вот наиболее эффективен этот механизм на ударных полях оказывается неударен. А там всегда есть магнитные поля, можно показать, что они там даже генерируются в процессе. У нас генерируется на ударных полях. Таким образом, эта гипотеза 50-х годов, она блестящее подтверждение сейчас находит, например, вот остаток сверхнового тихо 1572-го года, вот эта ударная волна синяя, вот эта заглавшаяся белая карбель была сверхновая термоядь или типа 1А. Вот она расширяется, и вот эта ударная волна, и мы видим, как на этой ударной волне как раз происходит устроение частиц вот Солнце. По выгудениям темных фотонов, фотонов с энергией 10-12-х годов. Кстати, я забыл вам сказать, что энергия характерная фотона от Солнца такая, она примерно около 1-х годов фотона 1-х годов. Вот лампочка это примерно полуэффер энергии. А мы наблюдаем от раздатка сверхновых фотонов с энергией 10-12-х годов. То есть, как бы это сказать, в тысячу миллиардов раз это примерно в триллион раз больше, чем энергии обычных фотонов в оптической диапазоне. Откуда такие фотоны берутся? Связаны, что это не тепловые фотоны? Потому что микроцесс таких нет. Это все не тепловые фотоны, которые рождаются частицами, ускоренными в этих ударных волнах и таких ужасных элементов. Космические лучи. Так, распространение. Давайте я это все пропущу, поскольку это слишком сложно. Вот где они ускоряются? Ускоряются космические лучи, как я вам сказал, либо вот в ударных моментах, но ответ такой, что мы где-то до 10-17-й электронной воли, это что можем объяснить, и это есть галактические космические лучи. Но я уже вам говорил в самом начале, что есть так называемые космические лучи сверхвысоких энергий, у которых энергия 10-20-й больше, чем энергия, которую можно получить в ускорении этих ударных волнах. Где же они нуждаются? И тут возникает масса вопросов, гипотез. Нужна очень большая мощность ускорить. Я вот эту схему вам уже рисовал на доске, а теперь давайте посмотрим на нее с другой точки зрения. если у вас есть частица зарядом z, если у вас потенциал psi, то энергию, на которую можно ускорить частица z, n, правда? Значит, вот у вас здесь какая-то машина, которая создает вот эту s. Значит, мощность, которая влияется в этом контуре, это c квадратная зататория, я этот ход уже написал, и вот это характерное число 10-45 секунды я специально подставил, поскольку это убегаемая мощность в ядрах галактик лазаров. И азетт-моль это надо взять сопротивление, которое вы там хотите, такое искать. Минимальность сопротивления, когда вообще ничего нет, это минимальная возможность сопротивления 10-20 секунды, вам нужно, чтобы машина ваша центральная выделяла мощность 10-45 секунды. Но мы это число помним в прошлой лекции, это как раз мощность, которая выделяется сверхпассивными черными дырами ядра галактик. И отсюда пришла идея, они являются ли вот эти ядра галактик еще источниками космических ключей сверхвысоких элементов. И ответ похоже, что да. Почему? Значит, вот здесь последние несколько минут я буквально вам скажу, что сейчас появилась новая такая популярная, она называется по-английски а по-русски многоканальная астрономия. То есть, когда вы информацию о космических объектах получаете совершенно разными способами. Например, изучают атлоны, нейтринокосмические лучи, еще и комплексный анализ из всех возможных всей возможной информации космического источника. если раньше астрономия фигурировала только с электромагнитным излучением, то теперь уже мы измеряем не только фотоны, мы измеряем и космические лучи, и нейтринок. еще инфляционные совершенно разные, помните картинки, где слепые слона ощутывают, и один говорит, что они не уходят, и в конце концов возникает общая картина об источнике. Здесь тоже самое. У нас сейчас есть разные каналы изучения астрономических объектов. И вот здесь такая живописная картинка активного микрорабора аккредиционного диска черный бравый джет. Фотография это, конечно, человек так себе придумал, красивый длинный. Вот смотрите, если мы смотрим вдоль джета мы видим объект объект типа ВН-ящины есть такая активная ядра. И вот когда джет попадает вам в глаз, это называется объект . Вот есть один глазарь с таким телефонным номером. В 2017 году была обнаружена вспышка одновременно и нитрины фотонов высоких энергий. Но так сказать вот этот глазарь он расстояние . Смотрите, летит, ускоряется космические лучи, а взаимодействие с фоновыми фотонами рождаются всякие зоны, живущие, которые распадают и другие достигают каскады частиц, в том числе нейтрина, которая измеряется допустим на тактике . И есть еще потоны, которые мы можем измерять. Вот потоны, высоких энергий попадают в атмосферу, они производят тот же эффект, что они космические лучи. То есть, не надо никаких телескопов ссунуть, вы получаете информацию просто по взаимодействию фотонами с атмосферой Земли, сама атмосфера является нитрины. Значит, нитрины, высоконегичные фотоны, они всегда идут в паре. И вот на южном полюсе стоит нитрина айс-кью. Летает спутник Фермелад, самый крутой гамма-телескоп Насовский летает уже десять лет почти на орбите. Он изменяет потоны до таких энергий. И на Земле Черенковский телескоп Маш на Канадских островах он просто изменяет черенковский свет от частицы, которая попала в атмосферу. Вот эти вектора обнаружили вспышку от этого плазара одновременно вот это нитрина. У нас сейчас некогда реализм. Во всяком случае была обнаружена нитрина и вот направление перехода RF-бокс нитрина, RF-бокс ошибок с потонами и энергии и мажет на Земле это самое лучшее это фир-бокс но вы видите, что все фир-бокс совпадают. Ну нитрина хуже всего нитрина и те, кто имеет худшую, самую фир-бокс фир-бокс и это означает, что в этом глазаре была вспышка, в которой были рождены космические лечи сверхвысок энергии и потонции сверхвысок энергии это все взаимосвязанные процессы. Все. Таким образом, космические лечи являются совершенно новым каналом информации о самых энергичных процессах, которые происходят во время взрыва звезд и во время взаимодействия во время ускорения частиц яд галактики пазаров визит вверхвасильный человек вот давайте я закончу пожалуйста по любой теме, на любой сюжет, который вам интересен. Я понимаю, что все в Денисстаде как-то тяжелее. Не, ну это я как бы вложился в свое время. Не стесняйтесь задавайте такие вопросы касательно вот этих атомизм, физики соскнусь и еще час потом пожалуйста. Нейтрина регистрируется следующим образом. Нейтрина это очень слабое взаимодействующее сути. если потом целиком сечения сетоподействия я уже сказал 10 и 20 5 квадратных сантиметр то для нейтрина это сечение на 20 порядков сетей. Не 20 раз, а на 20 порядков. 10 процентов сетей меньше. Поэтому нейтрина проходит через землю совершенно замечательно. Скажем, от солнечной нейтрины 100 миллиардов частиц в секунду через квадратный сантиметр. Через ногу каждую секунду от солнца проходит 10 в 11 штук чувствуется. И кинул. Мы как-нибудь не чувствуем, да? Нет свечи. Ну, потому что взаимодействие очень слабое. Но если вы возьмете большую, большую, так сказать, чан воды. Сейчас, я вам покажу слайд. Если вы возьмете большую емкость, заполните каким-нибудь хорошим веществом, ну, возьмете и купите в магазине стиральный порошок, в котором есть капельный арбон. Сейчас я вам покажу. Вот. солнечная нитрина нитрина идут от солнца и поток примерно здесь практически на пожарных сезон. Они за 2 секунды выходят из центра Солнца, еще 8 минут взяток зимы. Через 8 минут нитрина от солнца попадает на землю. Значит, а поток не ведет 200 тысяч лет за запутанную траекторию. Так вот, регистрировать можно по-разному. Можно регистрировать с солнечные нитрины регистрируются с помощью галлия, с помощью хлора, ну и с помощью воды. Легче всего регистрировать с помощью воды. Значит, для этого надо взять много чистой воды. Так это сделано в детекторе суперкамиоканды, например. Ну и давайте первоначальный галлия, эксперимент. Это взяли С2-4, это стиральный прошел, продавец в магазине. Запомнили вот это больше. Взяли 47 тонн этой стиральной прошел. Это было сделано в Куртхеминской лаборатории в Бью-Йорке. И вот что происходит. У вас нитрином с атомом флора переводит по обратному бедо-флору в атом аргона. Плюс налетает вот эти самые электроны. Потом радиохимическим методом атомы аргона извлекаются за клубочки. А аргон это радиоактивный элемент. Дальше вы в колбочку ставите свой шкафчик в счетчике и вы считаете сколько у вас на маргоне образовалось. Поэтому вы посчитав аргоном знаете сколько у вас поток нитрина понятно? 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 В первой этой идее была в 65-м году не помнена. Идея Горния 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 Дэвисов за эти сколько что переменчивается. На воде нитрина работает в взаимодействии с протоном внутри молекулы воды. При этом вылетают и строн и нитрон но по строну имеется не такую же пример, как энергия нитрина а нитрина имеет энергию большую. И тогда у вас возникает черенковское изучение, которое просто-напросто регистрируете внешним фотомоножителем. То есть что вам нужно? Нужно взять бочку поставить под землю, обклеить ее и смотреть ждать, чтобы вспышки пошли. Почему под землю? Потому что надо, чтобы космические лучи не проникали уже. Их нужно оградиться. И это нужна защита и обычно это глубоко под землю делать. Ну или в горах у нас в Баксане это делается в горах андрючи, там тоже внутри ставить детекты, чтобы все эти шумы, связанные с внешними частицами, не застряли в этой полете. Вот возникает у вас черенковская вспышечка, и вы регистрируете управление приходом и еще имеете влиятельные объекты в самом внутреннем. Ну, делается это как? Можем даже большую броды не брать, а взять деглядную пыль взгустить у нас на Байкале этот эксперимент делается. Просто взять на таких стрингах ПЭЛ, который осматривает вам большой объем воды. Значит, не глина, который попадает сюда, оно рождает черенковский конус, дальше вы сначала попадает в этот десектор, в этот, в этот, в этот, и вы восстанавливая последовательность какой-то термин, который во время регистрации этих инстекторов этого света, вы восстанавливаете траекторию дальше энергию попавшую в городу внутри. Бывают какие диетры? Два. Один экстремент на Манго, а другой в Байкале. Ну, вот диетры суперкамиаканды, вот 50 тысяч тонн воды, вот японцы на лодках плывут, вот фэл, фэл, вот такие огромные. Значит, они заполняют эту бочку заполняют суперчисткой водой, дистиллированной водой. Те из вас, кто любит химию, знают, что дистиллированная вода, она очень опасная. Она очень начинает в руку сперронную опустить, во скорости. Одни рассказывают, что во время каких-то регламентных водой уродили в молоток, а потом, когда воду спустили, через какое-то время, ручка осталась, а молотка не было. растворилась. Она очень химически активна. Поэтому говорят, что пить минеральную воду. Вот эти детеклы монтируют хамомат с гиперцелл вакуни от а вакуни . Ну да, и вот они видят Солнце. Вот фотография Солнца Митрина. Это размер Солнца полградуса, вот как видно, что Митрина концентрируется. Главное разрешение не переслышит, потому что тем не менее, вновь на сцене. Так, где-то сейчас я хотел с нитриной очень высоких энергий вам показать. Вот, нитрин очень высоких энергий регистрируется на сцене. Либо вот в грудными детектами, либо в стринге делают два ряда в Антарктиде. Значит, они в определенных моментах даже больше опускают эти феумы, антарктиде. Я усматриваю, дождем. Детекта называется астюб, я уже говорил, примерно кубических километров дат, если чисто антарктиде. Физика та же самая. Нитрин попадает в лед, взаимодействуя, рождает заряженный позитрон. Это позитронный тип, или меон, в зависимости от типа нитрина. Заряжные частицы движутся со стороны сочечной скорость света в среде, рождает телековский кумус, и вы с помощью вспышечки измеряете. Вот так и действует кумус. Да, пожалуйста. Вы сказали, что нас защищает космическая сфера. Нет, не атмосфера, а атмосфера плюс матудосфера. Как защитить корабль, чтобы можно было не описать его? Значит, корабль можно защитить только толстым слоем защиты, которые будут. Это утяжеляет. Какой защитить? Вот например? Ну, в общем, надо, чтобы двенадцатом пробелы частицы было меньше, чтобы она не превратилась. Но, к сожалению, это сразу требует от вас вес вашего корабля, а тяжелую машину не будет. И то вы всех частиц все равно не защитите. Самые энергичные будут проходить и пробивать защиту. Даже вот здесь в атмосфере появились с помощью которых астрономы сейчас работают, там все время попадают туда заряженные частицы, которых надо очищать, потому что они свет на матрице оставляют. Они даже на поверхности земли попадают заряженные частицы. не просто их мало, не так много, поэтому они не очень опасны. Хотя есть гипотезы, что может быть динозавры 50 миллионов лет назад, как вы знаете, они идут на завтра и в один день. Но причина выбирания динозавров, наверное, неизвестна, но одна из возможностей это то, что резко повысился фон космических лечей, это вопрос теперь штука пасная. Почему? Потому что у вас вот эта заряженная частица, когда попадает в жирную материю, она движется и своим электростатическим полем начинает реализовывать вам ткани головные. Это хорошо, когда вы лечите пардон-рак. Когда вы хотите убить специальным пучком заряженных частиц, бьете пардон и убиваете себя. Но если здоровый человек, то это вообще очень бред. А как становится взрыв сверхновой и относительно далеко от нас? По множеству. Как становится взрыв сверхновой относительно далеко от нас? относительно невеликой это насколько относительно невеликой. Ответ такой, что в разумных расстояниях для того, чтобы сверхновая стало опасно, надо, чтобы она была обретана порядка 100%. мы не знаем насильно расстояние. В этом смысле меня как зовут Солнечная система хороша для жизни. Почему? Потому что нет рядом области звезда разобрания. это область поиск туман с телеводом. Там есть массивы а это что-то далеко. А надо, чтобы было ближе примерно 100 во всех. Во-первых, мощнейший импульс электромагнитный, импульс нитринный, космический, все вместе. и земля закрыта в магнитном поле, тоже хорошо. Все-таки у Земли есть несколько степеней защиты. Атмосфера, магнитное поле, плюс относительно спокойные соседи, которые не взрываются. Правда, еще иногда фазы пить астероиды, что-то нет. Нейтрина? Ну, это вопрос. Во-первых, у них совершенно разная энергия, а есть разная энергия. были идеи такие. Давайте будем на это самое. Вот у вас атомная подводная лодка, да? Вражеская. Ну, неважно, какая она. С нейтрина работает. Все, он изначально нитринный. Если у вас есть очень чувствительный тектор, вы даже если он где-нибудь в Новой Зеландии, нитринность сколь землю проходит, вы ее видите. значит, ваша задача построить очень чувствительный, компактный, чтобы солдаты антиброгатерные силы по крайней мере силе не удалось. муклюжие, не угловое разрешение. Ну, кто знает. Вы говорили о том, как исчезает кораллы и все без случаяния. А можно еще пробовать сделать эти поля? Можно, конечно. Но для этого нужно вам в поле все время поддерживать этот ток. Значит, вы должны создать магнитное а потом значит, ну, наверное, так надо. Во-первых, само магнитное может вам не полезно, поэтому нужно за него внутри синхронироваться, чтобы у нас на рынке будет. Значит, это все идет, ну, как это, за все нужно платить. все можно, но все стоит денег и вес, там, и так далее. Когда вы все посчитаете, вы видите, что это пропустит реалии вообще. И всякие вот идеи, которые там тиражируют средства массовой информации, давайте прийти на массу, давайте прийти к этому процессу. заработали что-нибудь болезнение. Вы сказали, что нитрина может изменить водород, с протономом. Да, но с чем угодно. Просто водород, ее много, она дешевая. Ну, просто, с чем конкретно? Откуда протон, скажем? А, про кто внутри, внутри молекулы? Ну да, от чего конкретно? Нитрина неважна. Нитрина неважна, от чего была. Она, если плохо, подробно, с одним из видов. Вот. Галлии, например. Галлии кермании нет, но вот там берется жидкий галлий, там галлий, в чан, на боксах, если боится, на скорости боксам, скорости лаборатории, там у нас поведется солнечный галлий, на телескоп, там на безборщике стоят, жидкий галлий, он в том, температуре жидкий галлий, там взаимодействие с галлием дают германию, а потом с помощью соляной кислоты, там очень противная процедура вымывания этих галлий из галлии, и тоже показывают такую колбочку, буквально стопы. Вот тут, говорит, у нас, мы считаем, сколько ад галлий образовалась 60 тонн, а германия радиоактивна. Они его ставят в сей, счетчики гейкера, и просто считают, сколько там ад галлий еще вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Как у черного галлий определяют наличие вращения? Это хороший вопрос. Значит, самый чувствительный на сегодняшний момент метод определения момента вращения черного галлий заключается в косвенном измерении положения вот этой внутренней орбиты устойчивой к своему эволюции для сваршивности черного галлий для невращающейся 3RG, и оно довольно значительно зависит от того, какой там момент импульса. Есть рентгеновские двойные системы и ядра галактик, в которых мы видим линии, возникающие на внутренних границах и по измеряя эти линии, по форме мы можем судить по расстояниям, на котором они возникли. И вот через такой опосреданный анализ мы в качестве одной из переменных, которые подгоняют параметр А для черного дыра. Кстати, для того, что я показывал, для нашего галактического центра А равно нулю. Но есть рентгеновские двойные системы с черными дырами, у которых у всех в момент импульса близок 0,6-0,7. То есть, она значительно большая. Есть еще один способ новый, по гравитационным волнам. Когда у вас сливаются двойные черные дыры, у вас можно ну нету комбинацию этих спинок черных дыр измерить, она тоже в некоторых случаях не сливает. Но это вот такие вопросы возникли. Еще вопросы, пожалуйста. Вы радиус последующего орбиты. Можете показать, почему три? Почему три? А, ну это довольно очевидно. Нет, это надо считать. Впервые это было посчитано в 45-м году, по-моему. Это связано с тем, что потенциал гравитационный уже не егнется наверх. сильной гравитации. И у вас вот это потенциальный взаимод, в общем, короче говоря, надо рассчитать эффективный потенциал в поле черной горы, и вы увидите, что последний орбит будет соответственно ниже. Но на пальцах это надо формулировать. то вообще это понятно? Из каких соображений считается? Это строится эффективный потенциал как функцию радиуса. Это очень простая задача. Вам надо построить эффективный потенциал как функцию радиуса и найти его минимум. А минимум функции ищется ее дифференцированием при равном производстве к нулю. И там производство к нулю. Понятно. Мне интересует именно этап построения функции потенциалов Вам надо сделать все аккуратно. Вам надо оперировать не гравитацией, а работать в терминах общей теории относительности. это немножко выходит за рамки этой отдельной истории. Вам надо писать пространственные реминины. Так просто вы не получите ответ. Если хотите подойдите потом. Сумбе может пять часа. Хорошо. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Вы получаете черенковское звучение. Черенковское звучение возникает очень просто. Значит, излучение это что такое? Это когда вообще возникает излучение? Если вы нейтральную частицу движетесь, ничем этого излучения не будет. но если движется зарядная частица, все скорее тогда возникает излучение. Почему? Потому что что такое излучение? Вы берете объемчик и смотрите какой поток энергии проходит через границу. снимаете, да? Понимаете, что меня зовут? Ну вот еще раз. Я беру спокойненько объемчик. У меня что-то движется. Я вокруг него рисую сферу. Беру сферу и считаю всю энергию, которая проходит через эту сферу. Вот когда энергия никакая не проходит, влучений нет. Когда появляется какая-то энергия, я думаю, ага, пошло влучение. Почему? Потому что это не должно зависеть от размера сферы, которую я окружаю в моей земле. Это означает, что поля, которые генерируются здесь, должны иметь зависимость как единицы на r. Потому что энергия это пропорциональное поле. Поле будет как единицы на r квадрат, и тогда поток энергии, умножая на r квадрат, у вас r квадрат в квадрате там не сопротивляется. Так вот, черенковское излучение оно возникает именно потому, что у вас возникают поля при движении заряжных частиц в среде с показателем м, которые при разложении в ряд постепеняемых математических р квадрат у них возникает шлем как единицы на r. Точно так же, как это обычное эритоматическое излучение. И оно не имеет никакой специальной природы. Это то же самое, стоит излучение движущегося моря. это классическое магнитное движение. Но именно оно возникает отличие от единицы. Если единицы, то там обычное. А да, но оно в виде конуса, как конус масла. В общем, это было открыто, кстати, человеческим глазом. Фашу Черенкову, Фисфаке, Маховой, в тёмную комнату насажали. Он был аспирантом, аспирантом уважали глаза. А Вавилов, они делали опыты на органических, они освещали разные органические растворы различными субстанциями. В частности, они освещали их заряженными частицами. смотрели, что будет. Они изучали их эффекты иминисценции. И вот, когда они стали освещать заряженными электронами, появился глобоватый свет. Сначала им не поверили. Его сажали в тёмную комнату, минут десять глаз отмокировались. А потом они включали эту пушку электронную. И он говорит, свет синий. Они говорят, ты, наверное, гулял вчера, не должно быть такого смысла. Они не думали, что это будет. А он говорит, нет. Посадили его второй раз. Они несколько дней проводили этот эксперимент, когда убедились, что он действительно что-то видит. Потому что его глаза были детекторами. Он получил Нобелевскую премию за это. Включатель. Астрономия очень тесно связана с физикой. Я думаю, что вы должны почувствовать, что астрономия гораздо шире и гораздо интереснее, чем когда мы до этого. Но одновенно и сложнее. Да, знать. Разве вы выйдете? Мы здесь с вами элективистскую физику сегодня затраиваем, и гравитацию, и электромагнетизм, магнитные соля, все вместе. Понимаете, если природа, она единая, то надо изучать цель. Ладно. Ну что же, теперь пришло время обедать, а потом кто хочет